Концентрация внимания и координация движений, безупречное владение техникой и молниеносная реакция – вот главные отличительные черты тэквондо. Этот древний вид единоборства зародился в Корее и стал целой философией. Для того, чтобы показать свое мастерство, вовсе не обязательно участвовать в самом поединке. Здесь соревнования могут быть и бесконтактными. Для многих из спортсменов эти состязания стали первыми в жизни. Очень волнительно было, расстроились немножко, переживали. Маленькие, самые маленькие. Конечно, волнение, но все равно гордость за то, что вышел, что-то половину сделал, все равно достижение. Достойно принять поражение и не опустить руки – еще один секрет успеха будущих победителей. В этом убедился и трехкратный чемпион России по тэквондо зафарбек Саторов. Именно он стал главным судьей турнира. Это все для меня. И работа, и хобби. Ну, все. Я вот живу им. Утром просыпаюсь, иду на тренировку. Ну, как бы сам тренируюсь. А после тренировки, обед, иду тренировать уже. Готовить будущее поколение. Турнир клуба «Эридан» объединил более 300 спортсменов из Мытищ, Сергея Посада, Протвино, Калуги и других городов. Несмотря на юный возраст участников, многие из них уже могут гордиться своими достижениями в спорте. Но хвастаться в тэквондо не принято. Поэтому участники радуются сдержанно. Сын занимается не так давно в школе «Эридан», но уже добивается успехов. Уже сегодня, скажем так, показывал свои умения, получил первое место. Я очень горд за сына. А ты рад? Судьи уверены, эти ребята еще не раз встанут на пьедестал. А возможно, кто-то из них даже возьмет олимпийское золото. Им и есть к чему стремиться. Алина Савыш, Константин Бодаренко, Первый Матищинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова